Всем привет! В этом видео мне бы хотелось сделать обзор на книжку Эрик Берн «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Эту книжку я слушала в формате аудио, где-то она около шести часов была. Прослушала её достаточно быстро, потому что она была очень интересная и время у меня позволяло. Что хочу сказать? Она рассчитана для психологов, но и людям, которым просто интересно ответить на вопросы в своей голове, почему одни люди живут таким образом, а другие люди таким образом, и почему вот много-много почему. Вот эта книжка у меня на самом деле ответила на многие мои вопросы, почему-почему. И пересказывать я эту книжку не буду, дабы, боюсь, как бы передать не совсем стопроцентно, что в ней написано, но на мой личный взгляд идея этой книжки такова, что где-то большинство, большая часть людей живёт по определённому сценарию, который уже написан в голове. Этот сценарий зародился ещё в детстве родителями и живёт, скажем так, на некотором автомате, на некотором вот таком сценарной модели, и что только 5% из всех людей где-то, они эти модели слегка рушат. То есть, например, если у человека в детстве родители внушали, ты там будешь вот таким-то, или не будь таким, как твой отец, как твоя мать, и в итоге человек на протяжении всей жизни думает с этой установкой, не быть как мой там мама или папа, и в итоге чаще всего получается, что именно так человек, таким человеком человек и становится. Или у кого-то, например, в голове ещё с детства сформировалась модель, что вот мне надо по жизни всю жизнь работать, или мне нужно, чтобы у меня были там дети и семья. Это моя как бы такая жизненная установка, жизненная модель и жизненный сценарий, по которому я иду. Вот. То есть, это объясняет, почему люди ведут себя слегка по-другому, думают по-разному, потому что очень много сложилось как бы в детстве, и что у каждого человека свой вот такой вот сценарий, которым он следует. Есть люди как бы удачники по жизни, есть неудачники по жизни. И удачники – это те, у которых вот их жизненный сценарий, жизненное представление, как вообще жизнь должна быть, реализовался или реализовался в большей степени. А неудачники – это те, у которых этот жизненный сценарий не реализовался или реализовался не в полной мере. Вот. И это тоже объясняет, почему, например, богатые плачут, а бедные чувствуют себя более счастливы и так далее. В общем, мне книжка, честно говоря, понравилась. Правда, конечно, она заставляет задуматься, подумать, и автор задаёт очень много вопросов. То есть он описывает, как психолог работает со своими пациентами. То есть, конечно, я думаю, что для психологов эта книга такая база, которую, наверное, каждый хороший психолог знает. Вот. Но для непсихолога это как вариант прослушать эту книжку, задастся вопросами, какими задаётся автор книги, и ответит самому перед самим собой на вопросы, которые автор этой книги предлагает спросить у своих пациентов, как он с ними работает. И что, с одной стороны, как бы она вроде бы упорядочивает, и можно как бы как-то разделить людей с разными сценариями и похожесть их сценариев, а, с другой стороны, эта книжка показывает, насколько все разные и насколько у всех всё в башке по-разному. И что вот так группировать — это не так легко, и это, в принципе, этим книга не занимается, чтобы как-то разделить или группировать людей. В общем, наверное, это одна из самых хороших книжек. Сори. Сейчас болею. Это одна из самых хороших книжек, которые стоит прочитать. И шесть часов потраченного времени за аудиокнигой мне очень понравились и очень-очень... очень-очень интересно, потому что у каждого... И вот такое у меня после этой книги такое послевкусие, что вот действительно у каждого человека свой сценарий, своя такая программа в башке, по которой он идёт. Вот. И почему кто-то чувствует себя более счастливо, кто-то чувствует себя менее счастливо, почему один там стремится заработать денег, а другому человеку эти деньги и зарабатывание денег не особо интересно, а интересны и другие вещи. То есть, в принципе, вот эта книжка, она как-то вот дала мне очень много ответов на вопросы, которые меня, скажем так, беспокоили. Конечно, там, после этой книжки у меня ещё образовалось много других вопросов, но, тем не менее, эта книжка не инструкция, как тебе надо жить или что-то, а чтобы просто посмотреть на себя, заглянуть на себя, какой у тебя сценарий, какие у тебя установки, например, которые идут с детства, и так далее, и так далее. В общем, рекомендую книжку. Отличная книга, отличные вопросы, которые задаёт автор. Меркомендую.